Приветствую вас на канале Lucky Carp. В этом видео хотел бы показать один из вариантов, как я использую патоку для рыбалки. Хотел бы чуть-чуть пояснить. Многие думают, что меласса и патока это абсолютные два продукта. Нет, меласса это с французского названия, означает патока черного света. Патока, она используется в кулинарии. Она очень себя хорошо зарекомендовала в рыбалке, так как имеется очень специфический запах, который очень нравится рыбе. Патока, она же меласса, это побочный продукт при изготовлении сахара. На вкус она сладкая, с небольшой горчинкой, прекрасно соствляется в воде, как в теплой, так и в холодной. Черная патока используется для приготовления хлебопекарных дрожжей, молочной и масляной кислоты, а также тилового спирта и сиропов различных сладких. А также широко используется в рыболовных приманках и кормах. В состав патоки добавлена вода 25%, различные азотные соединения 10%, углеводы 60%, а также зола 10%. Зола это очень хорошее ослабительное. Зола не будет давать рыбе насытиться и будет держать ее на нашем столе. А также, если верить исследованию ученым, аминокислоты и супербетаин стимулируют пищевые центры мозга рыбы и активируют этим желудочный сок, заставляя рыбу активно искать корм и питаться им. Для приготовления активной патоки нам потребуется патока. Есть в магазине, продается густая, как мед. Это уже разбавленная. Если у вас густая, то примерно берете грамм 200 патоки густой и добавите в нее грамм 50 воды, не больше, чтобы она не была слишком жидкой. Еще нам потребуется конопля жареная для более яркого вкуса и запаха. Вот на этот объем я положу примерно 2 чайных ложки. А также нам потребуется кокос. Но кокос не целый, а дробленный, чтобы была мелкая фракция, но не в муку. Тоже потребуется 2 чайных ложки, такие сгорки, солидные. И, разумеется, тщательно перемешать. А лучше, наверное, даже положим 3. Для более лучшего пылящего эффекта. Все тщательно перемешать. Был упущен один момент. Для обеспечения перемешивания лучше перемешивать в какой-то широкой емкости. Может быть, тарелка. А потом уже пересыпать в удобную емкость для вас. Давайте посмотрим на работу данной патоки. Здесь налито абсолютно холодная вода из-под крана. Наливаем. И смотрим, что будет происходить. Как видите, наш кокос, дробленный, прекрасно всплывает вверх. То есть, получается, кокос, оболоченный в оболочку густой, тяжелой патоки, на дне он растворяется, оболочка вымывается. И этим самым наш кокос поднимается вверх. Этим создаёт пылящий столб. Вот такой вот пылящий эффект получается от нашей кокосовой патоки. Конопля даёт прекрасный запах. Кокос его усиливает и даёт пылящий эффект. Для моментальной работы можно сделать паток чуть-чуть пожиже. И, то есть, получается, будет не со дна подниматься вверх кусочки пылящие, а уже непосредственно столбом будут стоять. Наиболее мелкие кусочки вверх далеко не всплывут, они где-то зависнут посерединке. Если данное видео вам было интересно или полезно, ставим лайк и подписываемся. Не забываем нажать на колокольчик. Всем не хвостан, не чешуи. Субтитры создавал DimaTorzok